Мой любимый хлорофитом. Ой, привет! Хлорофитом хохлатый. Хохлатик-полосатик. И кто это там? О, черепашки! Ой, это плывет, прям плывет. Привет, черепашки. Как дела? Ты класс. У меня такой серьезный вид. Були-були-були, черепашки. Терепашки пользуются бешеной популярностью. Ну и сколько публики собрали. Здесь тоже волшебный сад прям. Смотрите, какой огромный. Кактус это или кто? Клейгия. Леандролистная. Громодина. Пальмочка моя. Прям тропики тут. Очень жарко. Казуарина торчащая. Австралия, остров Фиджи, Суматра, Тасмания. Да. Как волосенки такие. Да, Нэйс. А тут видишь, какие маленькие есть такие. Да. Ага. Ой, вышли прям тут даже как-то посвежее. Хотя здесь тоже вот под куполом. О, какие есть. О. О. О, видишь, какие есть. Ага, желтенькие. А тут вот тоже, смотри, какие вкрапинку. Ой, пальма моя родная, банановая. Здравствуй. Что там наверху? А нет, это кокос. Хм. Похоже на банановую. Но висит кокос, кажется. Или это цветок банана. Они же еще и цветут. Листище. Смотри, какой зверь тут, динозавр. Ой, какой тоже интересненький цветочек. Ой, какие тоже огромные пальмы. Фу, пальма листья. Пальма листья. Конечно, там в Индии огромные пальмы. Метра 30. Высокие там могут, да. Разных, разнообразных. Вот это тоже. Пальмовый садик. Такие огромные. И кто это тут? Посмотри, пошли. Там еще не увидишь, пошли. Рыбины. О, че это тут? О, этот тоже рыбины. Гигантский сон. Где гигантский сон? Какие загогулинки забавные. Культ поход по ботаникам Лэнду. Ой, какой забавный папоротник. Курчавый. О, это, наверное, орхидея. Волшебный такой у нее прям раскрас. Пойдем по мостику гулять. Пойдем. Такой, знаете, высокий такой. Ой, ой. Вот там папа. Сфоткаешь меня? А вот я, кажется, вижу гигантского сомика. Вот он черненький. Потихонечку. Прям такой крутой спуск. Ой, цветы неземной красоты. Да, растений очень много. Кто это у нас тут сидит? Смотри, какой зверь. Привет, зверь. Купиги золотой. Купиги золотой. Купиги золотой. А вот тут в прошлом году висели мандалы. У меня еще пост в инстаграме был. Прям так красиво смотрелось. Много мандал. Так, ну что, может хоть это тут работает? Чаечку какого-нибудь. Может, выпить. Решили немножко с папой отдохнуть. Взяла себе чай и булочку. Перекусик. Так, вот я не знаю, куда нам двигать, в какую сторону к озеру. А вот пойдем прямо. Я забыла, как там на карте, куда поворачивать. Ну, какой тут вход интересный. Мне кажется, нам куда-то направо надо. Ну, люди сегодня просто в море. Как в лесу. Такие деревья огромные. Смотри, такие прям голубоватые. Сосна. Сосноелки. А, так голубоватые это сосны. Там написано. Пихта. Это пихта. Ну, что там за сосна? Это пихта одноцветная. Пихта. Угу. Одноцветная. Ого. Я таких пихт никогда не видел. Вот я тоже. Какая пихта. С таким голубоватым оттенком. Здорово. Маленький лесочек пихт. Ммм. Сказка. Про что ты рассказывал? Что там? Вечная вещь. Прошпицберген. А где это? Это архипелаг островной в Норвегии. Там барита шахта глубиной 70 метров, где хранятся семена со всего земного шара, растений, особенно злаков, полезных растений для жизни человека. Правильно. В случае каких-то катаклизмов, там есть семена. Блуждаем, ищем озеро и не можем найти. Вот. Повторим. Блудиться легко. Указатели ни о чем не говорят. Карта вообще показывает, что мы в другом месте, в парке Челюскницев. Ну, тут он по соседству, но мы явно не там. Сейчас пойдем. Ну, ничего, гуляем. Главное, что солнце еще высоко, не темно. А, и все. Мы только находимся. Надо спросить прохожих. Может, кто проходил мимо озера, так подскажет нам. Ура! Мы нашли озеро! Ну, о-о-о-о! Что ты? Тут совершенно по-другому это озеро. Да? Сейчас смотрится. Там и крохотный островок был. На этом озере. Там лебеди в доме. Да, вот я вижу лебедя. А теперь тут отсыпали. Ого, остров какой! Ну, чтоб все поместились. О, лебеди там. Он туда, как и красавь, ты его видишь? Осторожно, лебеди агрессивны в период размножения. А когда у них этот период? Интересно. Сейчас они агрессивны или нет? Идем на остров. О, так пойдем же. Там же лебеди. Пойдем. Мы же ему... Мы же ему... Крокодил здесь. И подарков принесли. Крокодил. Это плевет, типа крокодила. Может, это грязька плывет? Да, лебеди. Там острова нет. Ну, ты лебедушка такой. Ну, пошли. Идем к лебедушке. Не получится у тебя, лебедя. Ну, так хотя бы мы все. Ну, кашкой мы его угостим. Я специально посмотрела, что едят утки. Лебеди. Мы несем кашу. Лебедю. Вот он, наверное, здесь. Видите, красивый савец такой. Привет. Привет, лебедушка. Хлебом лучше не кормить птиц. У них разбухает желудок. Я покидала. Вон он, видишь, плавает. А лебеди... И потом, короче, не очень хорошо. Я вам спрямь кула. Ну, больше. Вот. Поэтому я им приготовила кашки. Я не знаю. Может, на потом оставить будет? Он кушать, не будет? Лебедушка, ты будешь кашку кушать? Посмотрите, какой он милый. Каша вся моя потонула. Я оставила немножко на берегу. Может, выйдет, покушает. Он мне даже зашипел немножко. Такой. Ну, ребедушка. Дистит пёрышки. Мне кажется, их тут подкармливают нормально так. Потому что видно, что они голодные. Ну, хлеба много накидали, конечно. Но это вредно, я читала. Лучше не кормить. Хлебом. Птицы, они что? Они же всяких червячков там. Такого-сякого кушают. Пойдем еще лебедушек искать. Вон они что-то какие-то плавают. А где карпы? Карпы тоже. Может, карпам этой каши оставшейся? На мосту? Там на мосту вот были карпы. Что лебедушки плавают? Где их тут прикармливают. Ага, мы все такие. Вот там носик, видишь? Ага. Ну, пойдем тогда. Будем ходить. Может, и дойдем. Какой дядя серьезный. Ой, замочки тут вешают. Влюбленные, наверное. Ну, вот тут мелочь, видишь, плавает. Ой, да, кто-то плавает. О, видишь? На камеру, наверное, не видно. Я приближу, попробую. Малыши. Караси, наверное, еще не выросли. Ну, там вот мелочь плавает. Я вижу. Ну, я тоже видела. Будем им кашу кидать? Они едят кашу вообще, рыбы? А, ну да. На, посидай. Давай. Пойдем искать карпов, карасей. Высыпали еще кашки. Может, найдут. Я надеюсь. Что дама держит в руках? Вопрос к смысловам. Не знаю. Птицы поют. Ну, салабзин. А я недавно скворцов видела. А, ну, скворцы обычно. Обычно возле... На улицах, возле проезжей части. Да, вот я их там как раз и видела. Павят, ловишься, макаруто. Скворцы. О, скворечник тут на березе. Да? Где? Да. Ну, ты розов ты какой. Ах ты, Уля. Все, я вижу, да. Видишь? Ну, камера не видит, но я вижу. Конечно. Глаза у нас. Да, так. Ой, хорошо тут возле воды свежуток. Еще бы помню в Париже. Жарко летом. Пол Парижа. На набережную реки Сене выходит. И на мостах. Стоят там, там и занят. Все же... Променад. Восле реки. Прохлада. А мы тоже вышли на променад. Ну, мы тоже вышли на променад. Как французы. Где карта? Нету карпов? Поплыли? Да. Ну, на том маслу я помню. Зато лебедей встретили. Ой, программу бы мы. Да, программу выполнили. Озеро нашли. Сиреневый садик посмотреть. Птицы поют. Заливаются. Вы слышите? Так здорово. Сад ухоженный. Угу. Пока-пока, лебедушки. Ого, там. Потографируй. Папа сказал, что вот этот вот маленький, вот этот штучка, это вот остров, как раз было раньше. А вот то насыпали. Тут был для детей. Домик, а почему уже нету домика? Куда дели домик? Был там домик такой беленький, а крыша красная. На этом крохотном островке. Одно забавное дерево. Наверное, я вот под ним фотографировалась. Сколько-то мне лет-то было, даже и не вспомнить. Вот тут я стояла прям под ним. Ну, кто это тут у нас? Это вяз. Шершавый. Ну-ка, шершавый. Ну, да, наверное, скорее, да. Пойдем подвяз заказывать желание. Кто не был подвязом шершавым, загадываем желание. Я правда была? Но ничего страшного. Все, готово. И тут замочки висят. Интересно, работает или нет? Кто вешал, расскажите. Ой, какой симпатяшный. Нету карпов. Все уплыли. Кто это тут? Вот очки. Все селезни. А где ваша дама? Там одна дама. Где, да, она. А мы все кашу уже, это самое, карпом отдали. И мне издали, показалось, что это же за такое вообще непонятно. Какие-то как гнезда. Деревья вверх корнями. Ну да, инсталляция. О, это прям такой, ух, корень. Пушистик. Да, мы немножко проскочили с дороги. Какие фигуры там из кустов. О, смотри, там обтоптаные. Вот, ты посмотри, какой там цвет есть огромный. Похож на шиповник. Но это неизвестно кто. О, какой угромный. Громадина. Слышные аттракционы по соседству. Парк челюскинцев. О, я так давно не каталась на колесе. Ну вот, как-нибудь покататься. Ну да, не силы. О, это елочка. Я думала, это куст, это елочка. Тоже пушистенький. Это во Франции, там какие-то деревья стригут. Да, интересненько. А тут вот какие-то кипарисовые заросли. Елочные. Загадочный лес. Ой, какой интересный. Ну что это за елочка такая? Прям такая, о, горкой. Посмотри, какая елочка. Как горка. Но похоже на елку. Елка. Ну таких елок я еще не видела. Тоже дико. Ой, этот-то еще интересней. Прикол. Что-то надпись постерлась-то немного. Канадский конусовидный ель. Канадский конусовидный ель. Да, ех тут много. А, да, это те же пушистики. Точно. Тут она еще конусовидный. Заканчивается лесочек. Там, наверное, яблоньки какие-то дикие начинаются. Ну, нагулялись. Мы с тобой нагулялись. Ну, уже пристали на часах. Да. Гули-гули. Мы еще встретили магнолию. Такие цветы тоже огромные. Может, многие люди даже не видели эту магнолию. Я тоже не видела. Такой огромный цветок. Только в песнях слышал про магнолию. Вот, мне кажется, я тоже. А вы тоже помните. Да. Поэтому я себе на дачу тоже посадила магнолию. Ну, так я же ее не видел. Только в песнях и знал, что есть такую цель. Заканчивается в песнях и знал, что есть такое чудоватое дерево. Да? Может, молоденькое еще? Ну, а что? Райские кучки вам нужны? Да. Вот там елочки густые. Рядочком вон. Под елочку залезу, не видно, как ежика. Пойдем чаю попьем, а? Ой, мы же можем птичек покормить. Это голуби? Голубки какие-то, да. У нас же для них есть угощение. Голубушки. Ой, вы такие пухленькие. Такие крупные. Ты глянь на них. Это какие-то особенные голуби. Не похожи на обычных. Привет, голубые. Голубчики не поняли, что мы хотели их покормить. И разлетелись. Там, наверное, цветочный питомник. Тюльпаны разные. Да, да. Хочешь заснять тюльпаны? Пойдем посмотрим. Тюльпановая мини-плантация. Да, отцвели. Но ничего страшного. Я вижу фиолетовое. Идем смотреть фиолетовые тюльпаны. Посмотрите, какой красавец. Такой огромный. И вот такой вот тоже. Сказочной красоты. А вот такие прям... Ой. Как маленькая корона. Такие? С такими, знаете... Вот таких я вообще никогда тоже не видел. Слушайте, тут столько вот на самом деле растений, которых никогда в жизни не встречал. А эти прям такие темные, как черные. Чудо. А это вот, да, Black Parrot называется. Черный попугай. А вот этот тоже. Посмотрите, какой огромный. Вот это один тюльпан. Действительно, как попугай. Вот он сам желтый. Внутри такие красные штучки. И такие вот эти... Интересные для него листочки. Такие диковинники. А эти прям как розочки такие. А тут какой-то... Пушистый. Да, где? Тут тюльпаны. О, какой пушистый, да. Тюльпаны не похожи на тюльпаны. Чудо просто. Ай, да, сколько чудес у природы. Они хоть и отцвели, но много еще таких прям необыкновенных. С такими, знаете, вот... Это не колючечки, но такие у них махровые эти вот бахрома. Какой красивый. Очень красивый. И вот эти желтенькие тоже с бахромой. Чудные. Эти прям на розочки. Или на пионы похожи такие. О, эти прям вообще черные тюльпаны. Прям черные-черные. Диковинные прям, да. Ну, сколько тут всяко-всяко. Ну, какие тут ребята забавные. Смотри, улиточка. И черепашка. И кролик, кажется. Видите? О, а это что такое? Бассейн? Что-то наподобие бассейна. У этого еще крикодил. И фроги. Лягушанцы. Привет! Попробуем этих еще подкормить. Ребята. Не, ну они-то все равно найдут эти семечки, которые мы... Ну, в смысле зернышки, которые мы им дадим. Рано или поздно. Они что-то... О, как прочесывают территорию. Ой! Кто-то там? Птички поуглеевые. Но мы им насыпали, так что они найдут. Пока-пока, птички. Ой, нагулялись. Сколько мы гуляли? Четыре часа? Четыре часа в Галле. С тобой, Катя. Давно я так не гуляла. Ну вот. Благодарю. За компанию. Ну и я благодарю тебя. За компанию. И за все, что еще будет впереди. А мы покидаем ботанический сад. Ой, да. Благодарность ботаническому саду. Матушке природе. За такие чудеса. Полюбовались. Разными диковинными растениями. Сталые. Да, усталые. Возвращаемся домой. Ой, напоследок еще цветочников. Это тоже рододендрона, наверное. Да. Катыбинский какой-то. Что это? Олдпорт. Такие красивые. Эстетическое наслаждение. Красотой природы. Такие нежные. Кто это тут? Дюймовочка, наверное. С рожкой. Или это у нее такая прическа. Из кос. Ну вот, выходим. Очереди почти нет. Все желающие уже попали в ботанический сад. Площадь Победы. С высоты птичьего полета. Фото Сергея Плыткевича. Планета Беларусь. Тут много всяких фотографий. Каменецкая вежа. А это что? Лошадский парк. О, его, кстати, реставрировали. Городище в Браслове, Мстиславе, Лоские Турове. Там много-много всяких-всяких фотографий. Смотрите, кто это тут у нас, малыш. Рыжик. Привет, рыжик. Ой, чё-чё-чё-чё-чё-чё. И поскакал. Пойдем проверим, скушали они корм или нет. Я-то там оставляла на днях. Ой, господи, что-то кошка напугался. Тётя-кошка, не пугайся. Так, корма нет, значит, скушали. Ну, оставим им еще тогда. Я там накупила целую гору. Смотрите, кто пришел. Наш старый знакомый. Привет. Ой, есть один идет. Ну, заходите. Вот, я им уже насыпала. Давайте, ребятки, заходите. Кушайте, мои хорошенькие. Уйти. Я надеюсь, вам понравится. Будь здоров. Всё, пошла, не буду вас смущать. Ну, она уже старая. Вот эта старая, да. Ну, сервизованная. А это малышка. Нету и нету ее. Ай, добра. Надевалась я. Ага. Где надевалась? Она очень уже обитает. Я ей там тоже. Бутылку поставила в воду и налила. Это хорошо, хорошо. Чтобы водичка была. Кушай. К нам не приходит туда. Когда вот тут. Если что-то не посыпет, она отходит. Ну, это такая, более дается в руке. Это можно этого. Ну, это тоже. А еще тут рыженького видела. Ой, так тут не один рыженький. Там и белочка беленькая. Ой, так так много. Да, много. И там и за углом. Хорошенький. Ой, вы что. Много. Он уже поевший там кормить. Наверное. Вы здорово, что кормите. Мы покупаем даже китики. Ну, где-то наберешься дорогого китика. Да, конечно. Хочешь им не будет накормить. Мы покупаем китикет. Так это самое. Ну, где-то у меня в квартире 4 кота. А где-то наберешься дорогого корма. Да, я тоже так думаю. Хоть как-то, но покормить малышчик. Это тоже девочка, да? Да, это девочка. Ой, елышечка. Она так по возрасту она уже. Старенькая. Ага. Малышка, это ты или Фросик? Фросик, это ты Фросик? А это не малышка, наверное. Это Фросик. Это Фросик? А-а-а. Две кошечки пострелизовались. Вот это ты. Это Фросик, это не малышка. Привет, Фросик. Малышечка Фросенька. Ой, ты малышечка. Ай, вот это вот. И сюда он не корм покушает. Малыш, Фросик. Фросик, Фросик, иди сюда. Кс-кс-кс. Иди сюда, киса. Киса. Ну, придет покушает, похоже. Это была малышка такая вот. А это вот Фросик, наверное, не беспорно. Похожая, наверное, да? На бумажку. Сейчас пойду там бумажки, дам никуда. Да, да, конечно. Иди сюда, Фросенька, Фросик. Иди сюда. А я вот такой кон, а знаете, что он там-вот там тоже лежал. А-а-а. Я с вами до кошки подошли, лапы, понюхала. И все, лап, лап, лап. Куда же ты убегаешь-то от корма, Фросик? Бурлаков. Давай-давай, давай кусай. Ой, рада помочь. Котеньки мне как родные все. Очень люблю котеньку. А вон там еще кто-то качается. Ой, это Кузя, это тоже кот. Кузя, да, тоже кот, тоже вот. Ой-яй-яй. Да. Здорово. У них-то целое семейство дружное. Да. Кузя пришел. У меня это не одного. Кузя, не бойся. Ой, им тут такое раздолье. Да, это все. Свобода. Да, это все, допросим, это малышка, допросим. Познакомились? С тетей Зиной. Она еще другая женщина, подкармливает вот тут котиков. Ой, такие добросердешные, я уже говорила, горжусь. Хорошие женщины такие, приятные. Радостно на душе от таких вот встреч. Ой, ну вот я и дома уже почти. Здорово. Итак, ночь на дворе. Опять я не в одном глазу, как всегда. Что-то пришла домой, мантра почитала, с Ашокой поговорили. Что-то я тут опять полазила, влезла в аналитику Ютуба и понимаю, что я ничего не понимаю. Такой яркий, насыщенный день в этом все, наполненный каким-то восторгом, удивлением. Я осознала, наверное, насколько может быть прекрасна, удивительна природа. Столько восхитительных просто, на мой взгляд, растений вокруг. Одни рода дентруны, чего стоят. Это так здорово, вот, находить то, что вот тебя удивляет, приятно. Пусть это даже, не знаю, черные, тюльпаны. Но они какие-то фантастические, нереальные, космические. Просто я так здорово. Я очень рада, что я смогла поделиться с вами. И поделиться не только окружающими какими-то там природой, событиями, но и своим позитивом, вот этой радостью, вот этого удивления, восторга. Просто ощущение восхитительное, восторженное, ура, ура, ура. Так что пора отдыхать, набираться сил. Завтра будет новый интересный денек. Будем кое-что с вами готовить вкусненькое. Ням-ням-ням. Вот, а пока шли вам лучики добра, любви. Всего самого светлого, доброго, прекрасного. Будьте обязательно счастливы и обязательно, обязательно здоровы. Крепенькие. Чтоб все у вас получалось. И все было супер-пупер-расперекарственным. Да? Ну. Ну, я как всегда с своими пожеланиями. Главное, что я желаю самого-самого доброго вам. Искренне, искренне, искренне. Всех люблю. Так и так.